Здравствуйте, уважаемые зрители! Спасибо всем, кто нас смотрит. Мы продолжаем цикл наших бесед на тему «Латвия – это мы». Я надеюсь, что в результате наших мероприятий, которые продолжатся, может быть, в большем числе участников, мы все-таки сделаем хорошее дело и уменьшим ту трещину, которая прошла по нашему латвийскому обществу. Я Эдуард Шнепс, председатель общества избирателей в Латвии, и... Вадим Соколовов, председатель русской общины в Латвии. В прошлый раз мы остановились на том, что нужно обсуждать документы с отец в руке. Мы разошлись на разном толковании смысла преамбула в латвийской конституции, соответственно. Сегодня я предлагаю... Вот первое предложение этой преамбулы разобрать. Может быть, вы зачитаете? Можно. Прямо этот текст. Вене, в 18.11.2020 года, 18.11.2020 года, прохламировали, что в Латвии с властью ее изгланировали, афиналили, что в Латвии с властями и взялись, что в Латвии с нацией с негазом власть грибом. Он вы не отнимаем пашную негам стесива. Вы баустетесь из Латвичной нации, а, ну это хорошо. Вы гарантете, что в Латвичной нации, тас ваводас он кутоваспастово, что он отстывается в рига сингтем. Но, что на то, в Латвии осталось, он игрен на прививку, он всех мега в аквалипу. Ну, как мы знаем, этот текст писал наш нынешний президент. Во всяком случае, основа этого текста – это его слова. И я смеюсь несколько прокомментировать уже на русском языке. Значит, первая строчка, она понятна. На основе воли латышского народа, латышей, так сказано, на исконно принадлежавших латышам землях восстановить свое государство. Такова была воля. Это с первой строчки ясно. Дальше идет речь о смысле существования этого государства, чтобы гарантировать латышской нации, ее языку и культуре сохранение и развитие в веках. То есть латышской нации, языку и культуре. Ну, все ясно. Но дальше после запятой сразу идет – обеспечить, но дрожено, народу Латвии и каждому. Экленам свободу и способствовать благополучию. Это очень сжатый текст, в нем каждое слово к месту и имеет свое значение. И поэтому при первом прочтении возникает разночтение. Что бы вы сказали? Ну, здесь вы сказали – восстановлено, а здесь извлек – создано государство. То есть оно создано, а не восстановлено. Потому что… И здесь «Арфиннад ватвишу вестериск зэбэс». Ну, здесь тоже часть земли, которая в тот момент была обвинута, часть принадлежала Витебской губернии. Например, Латгаля тогда происходила туда. Она не относилась ни к Леплянде, ни к Кузену. Ну, это немножко разно говоря. Я понимаю, я чисто… Я не потому что… Как административно делила империя эту территорию. Это один вопрос. А на ней жили ватыши? Вангальцы и ватыши. И первый съезд, который был в апреле 1917 года, как вы знаете, столетия началась с апреля 1917 года, и в Решице, по-моему, был съезд, который решил, что Латгаля должна присоединиться к Ватве в этом плане. Но это было в том контексте, что она была административно, принадлежала к другой губернии. То есть здесь… Я согласен с этим. Это… Это всегда… Я ищу… Что здесь административно, административно… Ну, смысл наших возгласий не в этом. А в том, что… Если же есть признаки нацизма… Какого? Ну, видите ли… Преоритет одной нации на другой – это и есть признаки нацизма. Ну, я бы не сказал так. Это признак нацизма – это превосходство. Превосходство, да. Вот здесь… Здесь… Я подчеркиваю, что превосходство культуры и языка. И за счет этого обеспечивается существование латвической нации эффекта. Благодаря превосходству культуры и языка. А права… Нет, ну здесь, естественно, превосходство есть гаранта. То есть, гарантирует. Превосходство гарантирует – это две рожные вещи немножко. Но я трактую эту гарантию, которой нет у других наций, а только у отлично. Ну, как некоторые – превосходство. Дело в том, что гарантировать и превосходство соблюдать – это не обязательно. Я соглашусь с тем. Я… Можно гарантировать и не обязательно быть в этом плане. Кем-то превосходство. Ну, это не принципиальный спор. Но главное, что латвийское государство создано для того, чтобы гарантировать латвическому языку и культуре существование в веках. Это и есть основа для существования нации. Как люди, представители латвической нации, никаким приоритетом не пользуются. Ни в сфере свобод, ни в экономике, ни в билево, ни в свободе, да. Ну, приоритетом, может быть, как бы таким, вы имеете в виду, не пользуется. Цельное дело в том, что знание языка как родного, для человека, которого не является родным, достаточно проблематично. Многие могут так сделать, чтобы получить… Проблема есть. Да. То есть здесь. Ну и если в основном мы ставим этого главу угла, как мы уже не раз говорили, конечно, здесь есть такая вероятность. Есть. Есть вероятность, когда и второй момент относительно той первой Сатвенса 1922 года, там не было понятия в единоматрии журнации. Там все что нигде не упоминается вот это в 1922 году. И в 1922 году, это есть комментарии тех, кто учились в Сабарне, которые как могут трактовать Сатвенса. Там жили очень большие труды, еще предложения. И то Сатвенса, как вы правильно сказали, было подписано господином Чарльстой и господином Ивановым, секретарем, если вы обратите внимание, Ивановс. Ну явно тоже, как говорится. Я, кстати, посмотрел, что это было за господин Ивановс, который секретарем. Достаточно любопытная личность Р. Ивановс. И судя, я не помню, кто мне из историков говорил, он родился где-то в районе Зерговы. И он был сыном начальника станции шелезнодорожницы. А в то время это считалось таким стратегическим объектом. И начальником станции всегда назывались в Старской империи из православных. Ну а тогда православный значит русский. И оттуда у него мама, скорее всего, была латышка, а отец был русский. И оттуда он был латвицем. Он был латвицем. И он подписал его 1922 года Конституцию. У нас есть Иванс Корбуновс. Да, да, да. Мой пресс-наец политики Олекс Бакаревский. Да. Кто бы мне сказал, что он не латыш, он бы очень размутился. Нет, нет, все нормально в этом плане. Но это в веках, так сказать, могут быть случаи и ассимиляции. С этим надо считаться. Но право сохранить свою царную идентичность латвийское государство ни от кого не отнимает. Нет. Единственное, что не может же в Конституции быть записано, что гарантии для сохранения в веках русской нации, белорусской, украинской, может гарантировать латвийское государство. Но дело в том, что оно и нет такого понятия, оно и не записывается. Но и не во всех Конституциях написано, что должна быть нация. Это задача государства именно, что типа сохранить веках нации. Надо посмотреть на другие Конституции. Но в наших условиях, когда, как я уже говорил в прошлый раз, половина всех наций к концу столетия исчезнет, латыши ставят перед собой такую цель – сохраниться. Дело в том, что, опять же, за счет чего? За счет сохранения латвийской языковой среды и ее развития в новом совете, чтобы язык не стал музеем. Чтобы он жил и развивался, и использовался постоянно на определенной для удовольствия территории, как я сказал, для этой цели. Все остальные народы, представители основных других рациональностей, могут сохранить свою юридичность, но не погрузившись в язык государственный, они будут находиться в неравном положении. Ведь я очень хорошо понимаю ваше желание какой-то статус иметь для русского языка. Ну, представьте себе, если есть у русского языка официальный статус, есть на русском языке образование, не говорите официальную статус для русского языка. Скажите, по какому статусу вы мечтаете? Я не мечтаю, я просто считаю, что, согласно всех международных законов, он должен иметь статус не иностранного. Какой? Насколько же два регионов. Вы почему говорите? Есть такие примеры. Есть пример. Для населения, например, свыше 50% в этом регионе и является русскоязычным, то для него является местный статус, который применяется для использования, но только в тех регионах, где больше 50%. Но когда? Эти деградации разные могут быть. Потому что здесь на сегодняшний день, к сожалению, русский язык воспринимается как язык, ну и так далее. Понимаете? Это да, мне, я всегда говорил, и Викторович смотрел на пациентную статью, мне понравилось его название. Я уже не помню его смысла даже. Когда он написал, русский – это ресурс или угроза для ватвии. Если мы отвечаем, что русский ватвии не является угрозой, а именно тот ресурс, в хорошем плане этого слова, для развития ватвии, в том числе поддержки в экономике. Потому что любая культура, любое развитие требуется в том числе и материальными средствами, понимаете? Поэтому здесь мы всегда сможем, как говорится, здесь. А если вы будете рассматривать русских как угрозу, а угроза свыше 30% внутри, вы представляете? Ну, я не думаю, что это правильно. Позвольте разъяснить вашу мысль. Хорошо, будет официальный статус? Ну, не будет официального статуса. Нет, я хочу разъяснить вашу мысль. Будет статус выше иностранного. Я не знаю такого статуса. Ну, в следующий раз. Если он официальный статус, если можно обойтись образованием на языке, который имеет официальный статус, значит, человеку для реализации своих правов нужно иметь возможность и дальше учиться, вот, придать профессию, реализовать свою профессию на этом языке. То есть, языку нужно пространство. Мы уже переходим от гуманитарной сферы географии. То есть, если будут люди не полностью погруженные в государственный язык, то у них появляется естественная потребность и дальше жить в сфере языка, который они изучали в школе. Значит, должно быть производство, научные учреждения тоже на русском, допустим, языке. Значит, рано или поздно возникает вопрос, что этому языку нужна автономия. И будь историческое обоснование для русской общины иметь здесь территориальную автономию, этот вопрос бы не стоял. Но тогда у латышского языка в этой автономии была второстепенная роль. Ну почему? Дело в том, что в автономиях нет второстепенной роли государственного языка. Ни в одной автономии национальной в любом государстве государственный язык остается. Это язык автономии на определенной территории. То есть, он не является в виду национальное государство, которое мы называем империей. Ну почему? А я считаю, что сейчас эту модель повторяет в ответ. 38% является не у латышей, а поведение такое, как империя относительно них. То есть, здесь вот то же самое. То есть, эти все вещи говорят империи и прочее, прочее. Это кроме политических штампов, шаблоны и розы. Тут в одной черточке я даже вас поддерживаю. Даже хуже, чем империя. В империи есть национальная территория, на которой местный язык при нижнем положении, но, тем не менее, он как-то поддерживается. У русского языка и у всех других национальных общей в Латвии нету своих церквиальных автономий. Так что, с одной стороны, можно даже сказать, что эти языки выше в худшем положении, чем языки колоний в империях. Ну, мы так далеко зайдем. И второе, я бы не хотел, наверное, на тему честно вам скажу, что вот эти все наши разговоры, они настроены и идут в парадигме какого-то негативизма. И вот это было то, что вот было всегда. И я помню, в 91-й год, и Мама, Царство Небесное, Мама всегда говорили, что... И тогда же было как? Я сейчас помню, вот как сейчас я помню, было настроение соединило не в Атыши, что маленькая семья наведет порядок бескречный большой. Понимаете? А то, что национализм в 95-м, там этот был всплеск такой, да, такой небольшой, ну, будет 4-5 лет, а потом все вернется на круги своя. То есть только жили вместе, но и дальше будем жить. Как же это? Уживались, как говорили. Тут даже отель это может построить. Да, поэтому здесь я еще раз говорю. В слове национализм нет ничего негативного. С этого раз начнем. Национализм нет ничего негативного. Национальное – это все нет. Национальное самосознание. Когда начинается приоритет над другими нациями, превосходство, это уже переходит в нацизм. Нельзя переступать эту черту. Дело в том, что, еще раз, никто и не говорит что-то переступать. Патриотизм, национализм, все остальное – это слова, которые имеют много оттенков. Они имеют много последователей. Радикальных, менее радикальных. По-разному оценивается среди разных людей. Много передергиваний. Поэтому здесь я к этому вопросу относился нормально. То есть, если ты отстаиваешь себя и самого себя и прочее, то это не обязательно, что ты националист. У любого человека есть собственная достоинство, собственные мнения, но они должны быть не за счет них. Наши должны быть националистов. И перед собой я вижу националистов. То есть, человека, отстаивающие интересы своей национальной общины. Это и есть нормальный, как я говорю, цивилизованный национализм. То есть, самосознание национальное, осознание себя представителем той или иной нации, гордость за это. И признание тех же прав за другими нациями. Вот пока признание тех же прав за другими нациями существует, это не преступные националисты. Это нормальный, здоровый национализм. И он присутствует у всех. Даже у тех националистов, кто борется с национализмом, они сами выступают с позиции национализма, только уже своего. Но, вы знаете, я над этим вопросом, честно говоря, не задумывался никогда. Дело в том, что, скорее всего, национализм и чувство национализма посыпается в тот момент, когда появляется угроза твоей санности. То есть, здесь вот решение, я понимаю, в какой-то момент привелась угроза своей санности. Ну, то есть, с того, что он имеет ощущение, убеждение, и оттуда родилась Атмана, который в 91-м году, скорее всего, я и говорю, и молодой латышей. И даже создание государства, вы представляете, какой пассионарностью обладали латыши? Тогда, вы представляете, 18-й всплеск такой, что люди не только у себя, но и практически они писали мировую историю, ярчайшую страницу, при всем том, насколько мы можем к этому относиться. Я имею в виду аббассиональность личности, угроза своей санности. Я хотел бы зафиксировать на этом месте наш разговор. Латыши почувствовали угрозу своей санности. Что я хочу сказать? Что каждый человек, живущий не в своем национальном государстве и не в своем национальном округе, национальной автономии, всегда чувствует угрозу своей санности. Во всяком случае, в будущем поколении. Но если он обязается иммигрантом, то есть человеком, который выехал или куда-то уехал самостоятельно. Если это не национальная автономия или государство, эта угроза всегда существует. И эту угрозу нельзя назвать неестественной. Понимаете? Это естественно. Если я живу в Германии в нескольких поколениях, всегда есть угроза стать в каком-то поколении, а не в меньшинстве. И так в любом государстве. Но если существует угроза для немцев, допустим, отуречиться, это уже не нормально. То есть угроза своей санности в государстве, в национальном, это положение колонии. Это положение колонии. А угроза своей санности вне своего национального государства для автономии, это естественное состояние, с которым каждый переселенец во многих поколениях каким-то образом борется. Ну то есть прикладывать дополнительные усилия, чтобы сам их сохранить. Потому что государство не может создать условия, гарантировать условия для нескольких националистов, если оно не разделено на автономии. Я все подчеркиваю. Если и есть закон о равности языков на неразделенных полной территории, то это вовсе не значит, что фактически они равны. Просто в тех обстоятельствах это никого не беспокоит. Это не является угрозой ни для них, ни для них. Вы видите угрозу для русского языка в Латвии. Только лишь то, что русский язык здесь незаконен. Не имеет никакого закона. Но это является, нет правовой основы у него никакой. Он иностранный язык, в отличие даже от языков Евросоюза. И Евросоюзные языки тоже иностранные? Нет, не в статусе. Только благодаря тому, что у нас есть договор с Евросоюзом. Ну мы говорим Евросоюз, значит есть договор. В Советский Союз мы не входим, сори. Нет, подожди, а почему тут Советский Союз? У меня ладно, что мне нравится. Чего в Союз? Ну так что тут такая коллизия получилась, что самый распространенный глаголатического язык вдруг потерял свой статус фактически в Латвии. То есть закон на законодательном уровне потерял. Есть такая обида. Но это вовсе не значит, что он потерял свое фактическое положение. Дело в том, что обиды никакой нет. И я вообще не очень понимаю, в чем дело. То есть за что мы врагали Советский Союз? За двуличие лицемерия и различие между той жизнью, которая ушла, и той идеологией, законами и прогламациями, которые нам рассказывали. Понимаете, в чем дело? И я за то, чтобы приводить все шли в какую-то фактическую жизнь и правовые нормы в какой-то порядок. Чтобы каждый человек понимал свой уголок в своей жизни, чтобы он понимал свое место, понимаете, в чем дело. Чтобы он успокоен был за свое будущее, за будущее своих детей. Чтобы если все происходило, то происходило естественно, а не под давлением. И тогда я не думаю, что что-то произойдет очень большое. То есть я еще раз говорю, в последнее время, в чем проблема в Латвии? У нас очень много негативизма, к сожалению. Очень часто мы встречаемся везде и всюду. И здесь вот этот вот негативный настрой, который присутствует, присутствует. Я не говорю везде и все. Конечно, по-разному люди живут и по-разному они уже воспринимают жизнь. И я лично никогда не воспринимаю негативизм. Потому что жизнь одна и глупая, прожить, как говорится, негативные эмоции. Но в целом, вот этот расстраив между фактическим состоянием дела и с фактическими взаимоотношениями и то, что повозглашается. Ведь насколько я знаю, основным критерием социологии являются межнациональные браки. Ведь межнациональные браки до сих пор составляют 16-18% насколько я знаю. Это показатель того, что здоровое в основном взаимоотношении есть. Вопрос только ее перевести в нормальный вопрос. Начиная, как говорится, конечно, с тех, кто задает тон. Но, как говорится, те, которые властители дум, властители умов, властители, как говорится, всего. Как говорится, элита, будем говорить, в хорошем смысле этого слова. Лучшие люди. Пройдет вашу мысль насчет двуличия государства советского. Слава Богу, во всяком случае, я не вижу двуличия у государства латвийского. Есть двуличия у латвийских политиков, у тех же депутатов, у людей разных. Люди есть люди. Но в своей основе латвийское государство последовательно и открыто. Вот написали прямо, что для этой нации и культуры здесь будут особые условия. Но особые условия для языка и культуры. Люди все равны. И во всех последующих законах нигде нет никакого неравенства по национальному призму. Естественным образом образуется неравенство из-за недостаточных знаний. Инженеры с рабочими. Они не равны, потому что у инженера высшее образование. Так же неравны люди, которые не знают государственного языка. Они тоже становятся неравными по факту. Но закон не определяет у них разные права. Закон пробуждает всех быть равными в языковой среде. На основании такого закона был статус русского языка власти как иностранного. На основании каких исторических посылок законодателей было принято решение до 9 декабря 1999 года объявить русский язык практически иностранным. Но там правда говорится о том, что законы государственные латышские, признаются лирские и латгальские письменно. Все остальные языки являются иностранным. Я вот не понимаю, на основании какого закона русские языки здесь иностранным установлены. Дело в том, что любое передное население, согласно Конгрессу ООН, является то население, которое существовало на данной территории в момент создания государства. Его границы. О том, что здесь не было русских в момент создания государства в 18-м году, я очень сомневаюсь. И, конечно, с 19-го года в Демократическом институте 22-го закон об образовании, закон об образовании нац. Русский отдел в министерстве образования, возглавляемый господином профессором Юбатовым, который закончился в 1934 году, потому что в 1935-м это был уже новый закон об образовании, издал господин Нурманис, который уничтожил практически вот это нас меньшинство. Но даже тогда закон о языке он позволял немецкому и русскому быть как нас меньшинство. И тогда позволялось это делать. Но, видите, как-то произошло, то произошло. Сейчас эта теория оккупации сломала все эти вопросы. И теория оккупации не позволяет теорию оккупации. Вы знаете, что факты, да, факты есть, трактовки могут быть разные. Теория оккупации, потому что здесь это, конечно, это правовая, это создание такое, для того, чтобы оправдать последующие действия. То есть создание института не граждан. Вы понимаете, правильно? Я подавал в председательный суд дважды, о том, что на основе контуинитета, вы знаете, что контуинитет – это правовая такая комитет, когда все, что было предыдущено, оно точно так же переносится и сейчас. Так же, как у нас закон 37-го гражданского был принесен сюда. И очень много правособственности, да, сертификат и прочее гражданство. Все было перенесено в зависимости от концепта права и преемственности. И тогда я дважды подумал, что вот русский язык в Первой Республике, в Миротове дедов Павлович, он был на основе контуинитета. Я просил, чтобы на основе контуинитета и сейчас русский язык имел бы тот статус, который был в Первой Республике. Мне написали, я действительно, этот суд Япенсона я подал после вот этого знаменитого референдума. по статусу русского языка, где вопрос был поставлен по администрации, но подразумевалось, что он, ну, как говорится, с какой-то статусом, что ведь он не иностранный. Когда политическая вот эта вот такая очень асина основа, как бы по администрации, все возбуждены, я думал мне вести эту правовую плоскость. Я был поражен ответом. Мне кажется, он на суд отвечает, что в данном конкретном случае концепция крутоитета не работает. Простите меня. Во всех остальных она работает, а в этом она почему-то не работает. Без объяснения. Я пытался привести это в правовую плоскость. Ну, два политического. Потому что в политике у нас все время с нулевой суммы. То есть выиграл, выиграл. Понимаете? И каждый на этом, конечно, делает свой капитал. Не знаю, как еще раз. То есть, как достучаться до этого дела. И здесь я не очень понимаю. Всегда сложилось так, что в сфере образования вот решили больше, когда был русский как в гуманитарной плоскости. Действительно, ну вот, когда я советское время, там, при сомбожении. А они вот решили больше в точных науках. Мы сейчас привали, да? И почему не совместить и то, и то на благо страны, я не очень понимаю. То есть, если можно изучать физику, математику и все на русском языке при перефектном знании латышского языка, почему надо вот это вот преимущество, которое есть у нас, как в любом многократном государстве, почему это нужно не выигрывать? Я искренне это не понимаю. Давайте так. То есть, по факту, страна многорациональная. Ну, мы все пришли. А по идее, она должна быть моноэтнической. Особенно после принятия вот этой премьеры. В 20-м году... В 20-м году Конституция не предусматривала мононационального государства. И 26% было тут. 26% тогда было не вот решили, а в 1935-го года. Сейчас 38. Да, разница есть. Но не принципиально. Мы как будем ходить по кругу. Да? А мы уже ходим по кругу 30 лет. Не устали пока. Давайте так. Есть целеполагания, и есть законные основания. Или логичные, закономерные основания. Цель, задача, прямо как написано, создать условия для сохранения этой нации на этой территории. Есть такая задача. Вы понимаете? Если этой задачи не будет, то большая часть латышского населения, она не нужна для государства, если нет ее цели. Вы думаете, они сюда стоят и читают преампуру? Вместо очень наших. Они с этой пеномбою рождаются. Так же, как рождаются русские, с тем, что они русские. И хотят оставаться русскими. Понимаете? Если национальное государство не обеспечивает этой нас выживание, значит, это колония. Короче говоря, цель не только благополучия, а совершенно не связанная с благополучием, параллельная задача – обеспечить условия для сохранения языка и культуры на этой территории. В другой территории для этого языка нет. И латышам неоткуда подпитываться культурой где-то в другом месте, где созданы все условия, где язык развивается, растет, где на нем разные науки развиваются и прочее. Нет такого. Есть возможность только здесь. Значит, есть такая цель. Она закономерна. Право такое у нас и есть. И была теория оккупации на практике. Которая очень, очень, очень по этому нравится. Задача – исправить это положение, чтобы вернуть ситуацию в другое место. На восстановление этой языковой среды. На создание условий для ее развития. Да, но теперь вопрос. Это цель. Это задача. Это задача. А законное основание для людей – это вторая сторона вопроса. И мы ее уже обсуждали. Это восстановление государственных целей на ближней территории, в ближайшие составы каждого. Ведь против этой цели часть населения. Расставали. Часть населения Латвии значительная. Причем? Я помню. Прошло 30 лет. Я хочу спросить, до каких, вот что является целью, и когда эта цель будет достигнута? Что является целью? Мы уже говорили об этом. Нет. Нет. Я вам хочу сказать сразу, что я не так и не понимаю, что является фиксировать, что является целью. Целью. У вас создание условий, все. Когда они будут достигнуты? Никогда, как лидер, не будет построено. За счет чего эта цель, пожалуйста, вы решили? То есть здесь вот, видите, это… А я вам хочу один пример привести. Вы спросили про целью, не дайте ответить. Да, хорошо, давайте. Сопринятие закона об образовании, я считаю, эта цель достигнута. Остается только его реализовать. Первые, как я уже говорил во многих местах много раз, первые выпускники школ национальных общин, получившие полное обязательное образование на государственном языке, они станут первыми разнонациональными гражданами латышских национальных… Теперь вопрос. Задача – знать латышский язык или получить образование на латышском языке? Что является конечной целью образования на латышском языке? Образование или знание языка? Сейчас скажу. Да, внимательно слушайте. Знание государственного языка на уровне родного наряду с родным. Ну так теперь я хочу спросить… На уровне родного… Извините, я понял вас, но а при чем тут образование? Ведь знание языка в советское время латышские школы учили русский язык и получали образование на латышском языке. Сколько высшего образования было на латышском языке? Все. Академия художеств, архитектурные дизайны. Из четырех фельсмантовских классов в 75-м году в Одесском университете три было на латышском и один на русском. Мы потом уходим, потому что, я еще раз говорю, заперевненная задача – получить образование или знание как родного языка. Дело не в том, сколько было образования на латышском языке. Дело в том, что все образование школьное должно быть на латышском языке. Но почему в первой республике этого не было и достигалось, мои все знали латышский язык первого? Я на этот вопрос ему отвечал. Почему в первой республике знали все перфектно, и не было это не в латышской школе, а отлично знали в латышской школе? Еще прошу корректировать одну мысль. Именно потому, что жизнь в первой республике и жизнь в Латвийской ССР отличалась кардинально. И последствия жизни в Латвийской ССР требуют дополнительных условий. Значит, и я понял вот так, что во второй республике кардинально отличается от первой республики. Второй? В Латвийской ССР есть вот в адрес нации тут есть уже здесь. И в отношении к нации меньшинства. И это я вам покажу. Вторая республика была восстановлена. Восстановлено решением парламента. И теперь она в развитии. Оно не может быть повторением того, что было 70 лет назад. Оно восстановлено было на момент восстановления. В каком развитии? Что принимается под развитием? А вот закон о языке. Это развитие. С вашей точки зрения развития. С моей точки зрения это нет. С точки зрения представителя империи. Не империи. Империи образующей нации. Это большой облом. Нет. Обстановление с точки зрения традиционного русского меньшинства, живущего в Латвии. И никакой империи здесь отношений нет. Вы считаете, что русских в Латвии никогда не было? Вы прячьтесь за это выяснили. Почему? Это на самом деле абсолютно совершенно не так. Вы прячься за это выяснили. А теперь по поводу цели. Всегда были русские, которые прятались от России. Абсолютно. Никто ничего не прячется. Я просто человек и я имею в виду свое мнение. А теперь я хочу сказать по поводу цели. Я до сих пор помню в свое время, я союз Граждан-Неграждан на то время является председателем 98-го года. Я много работал по поводу Неграждан. Я писал кисьма везде. И считаю, что я до сих пор считаю, что они должны голосовать в муниципальных выборах. Так как они являются вовремя подписчиками. Вот. И я хотел вот это. Я помню бывать дискуссию еще в 98-м году летом. И там мне говорят, а сейчас много Неграждан, 25% Неграждан, нельзя допустить муниципальный выбор. Я говорю, хорошо. А когда будет можно? Сколько? Сколько? Сколько процентов должен быть, чтобы выходить было можно? Мы не успеем. 5, 5, 10. Понимаете? Вы когда говорите цель наше национальное государство, вы не говорите и критерии, а когда оно будет достигнуто. Когда будет 100% ОТ6 здесь? Когда 100% населения получит образование на государственном языке. Я еще раз. Но вы, когда вы говорите про образование на латышском языке, вы имеете в виду конечную целью знания латышского языка как родного. На уровне родного. Ну так вот. Вот, вот, вот. Понимаете? Целью ставите знания латышского языка как родного, а к этому пристегиваете образование. Ведь образование, получается, в стокгольмской школе, например, полное образование только на английском. В стокгольмском, что ли, право экономики. Ведь там образование только на английском. Что, на плохое образование дает? Даже выпускников в Стокгольмскую школу все бьются. А теперь мы вернемся к тому, что я сказал, что проблема состоит из двух частей. Целеполагание, языкномерность. Думаешь, у стокгольмцев нет опасности растворения и исчезновения шведского языка. А при чем тут Стокгольмская школа и шведский язык? Это название осталось там, там вовнутые шведы ушли. Насколько я помню, там было это создано для того, чтобы подготовить средний ваш персонал, для банков шведских, экономистов. В Швеции нет опасности растворения и исчезновения шведского языка. Вы понимаете правильно. Я за то, чтобы существовал артический язык в веках. Я же не должен стоять. Но только против мероприятий, которые... Я опять обеспечу. Ну какие мероприятия, обеспечивающие? Образование. Образование. Я же не против того, чтобы образование. Но оставьте немножко и те культурные проекты, и то, что если дается хорошо физика и математика, но пусть они изучают это на русском. Угодно сверху. Сколько угодно. Почему сверху? Сверх образование на государстве. Почему? Основания. Латвия не может готовить специалистов для работы и дальнейшего своего развития и реализации своих способностей вне Латвии. Подождите меня. Такую цель государственная государственная... Люди могут к этому привлечься. Я что, связь об этом. Государство такое цель. Физика и математика изучения является... Это для подготовки работы вне Латвии, что ли? Если человек не сможет свою профессию реализовать в сфере государственного языка, значит он не сможет готовиться для работы вне Латвии. Дело в том, что сейчас уже все сдают все экзамены на математском языке. Но сейчас по закону сдаются все экзамены на математском языке. Но вот я понимаю стандарт. Все экзамены сдаются на математском языке. Образование чем лучше он получит, тем лучше он сдать экзамен. Но если он за него сдает на математическом языке, значит он знает язык, то вне Латвии не обязательно же значит математику и физику преподавают на этом. Тут нет предмета спора. Но и математику и физику есть предмета. Есть предмет спора. То есть вы считаете, если он сдал госэкзамен на математическом языке по математике и физике, он не сможет использовать его в жизни. Ну где логика? Подождите, вы о чем спорите? Да я не спорю, я послушаю, что он сдавал экзамены по математике. Да он уже сдает, уже это по закону. Чем вы тогда недовольны? Я недовольный тем, что он должен образование получать на том языке, который ему удобный. А сдавать на государственном и знать государственное. И он лучше будет, когда друг другу язык. Тут надо спросить у педагогов. Можно ли учиться на одном языке, а сдавать экзамен на другом? Но у нас так уже происходит. Я не педагог, но я вам почему-то не верю. Ну а я вам скажу честно, что учиться на одном, а сдавать экзамен на другом. Дело в том, что вообще такие предметы, которые фирософские, аналитические и прочие, они на одном языке трудно даются. А уж не на одном, тем более трудно. Это есть люди уникальные, есть талантливые, я не использую. Но в целом, в целом, вы понимаете, я не понимаю логики. У нас логики на починах вот этой первой преамбурой. В принципе, в левой фразе преамбурой. В принципе, вы боретесь. Да ни с кем я не боюсь. Боретесь. Меня вставит человек, уже будет как будет. Я просто высказываю за свое мнение. Вы борете. Да все воля Божия. И все мы там встретимся, как говорится. И все ответим за свои последствия. Я до сих пор поражен, когда вы в прошлый раз сказали о том, когда я спросил, что 2004 год, когда был достигнут консенсус, действительно был достигнут консенсус. И все знают. Это не было консенсус. Это была победа в борьбе. Ничья победа не была. 60 на 40. Это компромисс. Это был компромисс. Понимаете? И вы сказали тогда одну фазу, которая меня просто шокировала и Цербанова. Вы сказали о том, что мы тогда... Ну, вы представляли, как это решили. Мы так поступили из гуманных соображений. Да. Это был государствен. А как человек к другому человеку может относиться, кроме как гуманных соображений? Из каких соображений тогда один человек относится к другому? Вин Соловьев. Свет Соловьев. Свет Соловьев. Свет Соловьев. Свет Соловьев. Если вы посмотрите, вы сидите. Часы песочные. И тогда будем давать другое слово по часам. А то получится, что я молчу. Я не могу. Все молчу. В 2004 году при большом сопротивлении части общества государством было принято компромиссное решение, дающее возможность части общества постепенно приходить к циклопическому месту. Это вы не говорили, что в части общества постепенно. Был разговор о том, что 60 на 40, что позволяла все точные в районе, точная физика, математика, химия позволяла эти предметы препаровать на родном языке ученика, беременном русский язык, а в то же время одновременно очень хорошо на стадии 1 изучать ватышский язык, потому что 60 было там. Это именно та концепция, которая, в принципе, всех устраивает. Я помню этим, что это устраивало во всех. Это было принято в борьбе. Я понимаю, но все же... И ватор продолжается до сих пор. Но дело в том, что не ватышкачательное отделение, а при НВХ, как это нормально, ну что все. Я до сих пор помню, когда были госпожа Маслоу, эти огромные дискуссии. Мы тогда организовывали родительские собрания, получив, кстати, финансирование от фонда Сороса, для того, чтобы, ну как бы, голос народа был тоже устойчивым, родительские собрания. Я помню, что типа билингвальное образование это будущее, это европейское, несколько языков, а вот монолигвальное на одном языке, это уже все, это вчерашний день. И меня убедили в том. А теперь, значит, вы говорите, что на русском языке монолигвальное это плохо, билингвальное это уже тоже оказывается плохо, а монолигвальное латышкое это хорошо. Монолигвальное это недостаточно. Дело в том, что мне убеждали, что билингвальное образование, знание английских языков – это европейский подход. А вы за что берете? За билингвально новатышками? Мы никогда не найдем таинственные силы. Да не в том дело. Я удивляюсь. Я вам искренне удивляюсь. Я воспринимаю 2003-2004 год, как это нормально. А теперь я уверен, что вы из гуманизма к этому согласились. Вы не слышите аргументов? Аргументы уже были тогда все высказаны. Уже все. Вы из вас всех не слышите. Да дело в том, что они все были высказаны. И я второе не понимаю. Если человек другому человеку не относится из гуманных соображений, из каких соображений тогда он относится? Что, человеку волк? А на чем мы тогда основываем свои взаимоотношения? Вы что-то... На чем? Вы въемываете сами? Да нет, ну это же ваши слова тогда, что я был хорошо. Честно говоря, тогда. А из каких соображений тогда мы относимся к друг другу? Мне можно сказать? Вяномат. Вы опять выпускаете вот это вот разделение. Цели полагания и закономерности. Если бы стоял вопрос об образовании 50 на 50 где-нибудь в Англии, ну ладно в Англии, в Испании, это бы, может быть, не вызвало такого противодействия. Ну там 60 на 40, по-моему, сейчас. Но после советской колонизации в Латвии это совершенно другая ситуация. На этом нельзя было останавливаться. И хуже того, вы знаете, хуже, хуже того, как в жизни будет остановка. Дело не в этом. В этих разговорах я вам на все пункты отвечу. Но это вас не убедит. А особенно не убедит часть вашей общины. Хоть и мало. И знаете почему? Потому что вопрос не в образовании. Почему-то эти же люди, переезжая в любую другую страну, погружаются в любую другую языковую среду без всяких проблем. Проблемы только насколько способны погрузиться. А не в том, чтобы они сопротивлялись в образовании. В этом вопросе языка сейчас... Минуточку, вы представите? Приджем, чтобы другие страны... Дайте договориться. Минуточку. Сейчас проблема языка – это последний аргумент противников латвийской государственности в пользу поднятия своего авторитета, своих голосовцев, своего престижа. Потому что противники – именно это последний аргумент анти-латвийских политиков. Они уже другие аргументы все исчерпали, обанкротились. Остался последний поднятия людей на эмоциях, на чувствах. Потому что здесь действительно интересы затронуты, чувства возбуждены, и аргументы слушать никто не хочет. Ну, как и вообще-то. Я ваши аргументы все выслушаю, а вас аргументы... А вас они не убеждают. А потому что... Потому что это последний ваш бессион. Минуточку, я не вижу борьбе против латвийской государственности. Почему это против латвийской государственности? Я тоже патриот латвий. Я считаю, что так не делается. Так не относятся к своим гражданам. Нельзя так относиться. Никакого гуманного отношения я не вижу. Вы не слышите. Вы не слышите, понимаете? Вы хотите создать латвийскую нацию в веках, которые существуют. Вопросов нет. За счет каких средств? За какого отношения к тем же соседям, к которым мы живем? За счет латвийской территории. Вы отрицаете существование русской общины в Латвии, которая тоже находится здесь в веках. Когда вы говорите о том, что староверы пришли сюда, так, а вы знаете обстановку тогда? Да, раскол был в России. Здесь была чума. И люди умерли здесь, многие. В Ливонии, в Курсове. И пригласили не в отришли. Если вы помните, тогда здесь были бароны. Это немцы. Это немцы решили здесь поселить. Крестья на русских. Для того, чтобы было скольбицы и прочее. Мы опять протекаемся. А здесь такое ощущение. Нет, я просто говорю о том, что в дискуссии мне говорят, мы в отришли, мы вас пригласили. Вы совершенно напрасно говорите. И с тех пор мы живем бок о бок. Работали. Существовали. Жили. Женились. Ругались. Мирились. Любились. Вы совершенно нас зачитаете. И вдруг в 45-м году, как вы говорите, советская власть пришла. А что было? Мне не хочется вас перебивать. А понимаете, в чем дело? Здесь была нацистская оккупация. Пришла советская армия. Ну тогда Красная армия. Отсюда ушли немцы. Выгнали они их. Вместе с ними ушла вся практически власть. Я же разговариваю. У меня же тоже здесь в Ватвии, ваттажи. Извините. Опять мы в этом делали. А потому что не делали здесь. Понимаете, здесь вины виноватые. То есть была советская власть. А кто это советские? Это все мы многонациональные. Я хочу сперевать. А теперь мы национальные остались одни русские. И русских теперь надо дарить. Во-первых, остались не одни русские. Во-вторых, у Латвии это большое преимущество, что у Латвии существует русская община. Это большое преимущество. Это богатство Латвии. Так давайте и будем вместе. Но у Латвии большой, как по-то не по-русски говорят, травм, что часть этой общины остается проимперской и просоветской. Да потому что от нас... И последний ее бастион... Сколько же можно ее обвинять во всем? И последний ее бастион в борьбе против латвии с государственностью. Это русификация Латвии. Какая русификация Латвии? Ну как уже... Изоляция части общества от государственного языка. Это последнее, что основалось... Я хочу вам сказать одно. Я хочу вам сказать одно. Вы посмотрите представительство сейчас, что творится в политике. Согласие центра, который избиратели... Его правительства не берут, потому что за него голосуют неправильные избиратели. Я и об этом могу сказать... Я хочу сказать одно. Было раньше, сейчас 20% меньше даже неграждан, да? Которые не участвуют в общественной жизни. А еще Аристотик сказал. Как может человек положить и относиться к государственному устройству, если он не участвует в общественной жизни? Понимаете? Вначале мы отталкиваем. Потом мы еще в черты их увлекаем. А потом мы удивляемся, что они так плохо к этому всему относятся. А по-хорошему не пробовали? За 30 лет не пробовали? Я помню, сколько я собирался и писал письма, и встречался, и по-разному пытался. И сколько у меня это переписка, и СССР, и везде. Я по-всякому пытался достучаться. Невозможно. Невозможно. Если мы понимаем, что не вот еще это ресурс, и те люди, с которыми надо строить будущее в Латвии, и тогда у нас будет одно понятие и один ход событий. Если мы воспринимаем, элита или не элита, не знаю кто, что это угроза, как это внутреннее, как говорится здесь, ну, которое тут вредит в Латвии, как вы все время упоминаете, то это другое. Но воспринимать элита, которая воспринимает 30% населения, как угрозу внутри страны, я не считаю, что это правильно. Я категорически против. В Латвии не латыши, не русские, не украинцы, не белорусы. Естественно, угроза Латвии про-имперцы и люди с про-коммунистическим мышлением. 30 лет закончилась империя. И это кольцо по-светству и очень, я хочу сказать, вы помните, советское, может быть, это уже не недостатки прошлого, ведь это не пережитки прошлого, а недостатки настоящего. Согласен, что у нас в Латвии не достаточно. Может быть, это уже не пережитки прошлого, но это недостатки настоящего. Не надо ли задуматься вообще самим? Надо. Я открыто. Русская община в Атве полностью открыта для всего. Просто для нормального разговора о том, что давайте. И здорово. Она открыта не для негативизма. То есть я еще раз, я никого ни в чем не обрекаю. Жизнь есть жизнь. Она разная была. Она по-всякому. Но меня удивляет другое. Вот сталинский принцип. Сын отвечает за отца, и коллективное наказание. Ведь один в один теперь эти люди 30 лет, которые назад были, вот эти вот потомки, они теперь все равно напоминают, что было тогда. То есть получается, сын отвечает за отца. А второе, и это вот телеоккупация, все попали под ножницы, ни граждане, ни все остальное. Это коллективное наказание. Это очень круто. За то, что было когда-то. Ведь мы поднишили, остались и просто с нами. принесли часы песочные. Честное слово. Но в ответе, что это... Очень удачная, очень удачная трактовка и ложная противника латвийской государственности. Что это идет? Что это идет? Какое-то наказание, месть и прочее, прочее. Очень хорошо принесли. Тогда основание... Разрушилась империя. Так. Одна колония получила независимость. В ней изменились условия жизни. Так. Изменились в не лучшую сторону для людей, олицетворявших некогда империю. Я еще раз говорю, в 91-м году... Не даете мне договориться. Да. Да. И тут же появился аргумент. Это нам вся. Разве в колонии, освободившиеся от империи, изменившиеся условия делаются для мести бывшим колонистам. По-всякому. По-всякому. Бывшим колонистам. Они делаются для восстановления справедливости. А, справедливости. Ну, понял, да. Ну, понял. Мы опять вернемся туда же. Все из-за того. Я понял, да, и справедливости вы так... А это справедливо сохранить нацию, которая пыталась растворить империю. Мы вернемся, давайте, к тому же, кто переселялись в Литву, каждый переселенец решал. И в советское время. Мы уже говорили, это первое. Да, хочет или не хочет. Все горе Латвии, что тогда этого решения принимать... Дайте закончить фразу. Что тогда это решение принимать не надо было. И 30 лет спустя, после восстановления независимости, до сих пор часть населения не может принять это решение, не выезжают, а из Латвии не выезжают. Ну, так это же было решение элиты в Латвии тогда же. Причем тут эти люди? Ну, как видите, кто-то из Литвы принимал, а люди теперь виноваты. Это не вина людей, это их корень, что они не могут понять. Ну, понятно же, не могут понять. решение, что надо погружаться в латвическую языковую среду. Что надо в Литовскую, все знали. И не ехали, если не хотели. А сюда приезжали, которые не хотели. Неужели Латвия сейчас обязана создать для этих людей тепличные условия? И все по ней дальше не погружались. А мы только об этом спорим. Нужно ли погружаться? Мы не хотели спорить на эту тему, потому что это вообще человеческие нормальные явления. Значит, мы согласны, что в латвическую языковую среду надо погружаться. В 91-м году еще можно было бы понять. Но сейчас 30 лет прошло. Вы согласны с тем, что в латвическую языковую среду нужно погружаться? И чем глубже, тем больше у человека возможности себя реализоваться? Согласны? В латвической среде? Или нет? На сегодняшний день очень везде она есть. И человек погружается и будет погружаться. по существу на вопрос. Вы согласны, что погрузиться надо? И чем глубже, тем больше возможностей реализовать свои права? Я с этим согласен. Но это зависит от решения каждого человека. Потому что везде и всюду это его воля добрая. А вот этот бедствий, это его заставлять этим насильно, и это я считаю, что не совсем правильно. Я считаю, что воля каждого человека это нормальная любого, другого человека. Удачно дали мне еще один документ. Вот латвийское государство и дало возможность человеку проявить свою волю. Не хочет он погружаться в латышеско-языковую среду. У него есть время думать, и он до сих пор многие думают, обратил латвийское гражданство. Он еще остается одной ногой где-то в латвийске. Это и есть право человека выбрать. В латвийское гражданство, погружение в среду и знание латышеского языка три разные вещи. Я знаю убежденных неграждан, которые перфектно знают латышеский язык, но они не могут приступить через это дело. Потому что здесь они должны признать, что тогда с ними поступили правильно. Они считают, что с ними тогда поступили неправильнейших гражданства всего. Понимаете, в чем дело? Но человек тоже имеет свою годность каждый. И почему эти люди должны страдать? А то, что вы говорите, что знать в стране язык, где-то проживание на основе перфектного, это истина, понимаете? Это истина, не требующая дополнительных никаких условий с заключением создания хороших методик изучения языка. Кстати, их до сих пор не очень много и многие жалуются. И больше ничего. Есть и благожевательного климата для того, чтобы хотелось изучать этот язык. Понимаете? Чтобы ты приглашал человека к этому. В третий момент язык еще его пытаются изучить тогда, когда он богат какими-то открытиями, когда нужно посмотреть, и мне интересно в оригинале почитать то или иное вещь. Понимаете, в чем дело? Вот это и есть отчастие давайте в одной терапии больше одной аргумента не раскрывать, а то я на вся ответить не успею. Вы еще раз подтвердили, что проимперски настроенное население почувствовало обиду от того, что в освободившейся колонии изменились условия жизни. Почему колония? Обида. Да нет никакой обиды. И не было никакой колонии. И не было никакой колонии. Значит у нас мы слишком рано взяли за тему международных отношений. Нам нужно разобрать тему абсурдности коммунизма. Почему абсурдность коммунизма? И тогда мы поймем, что вы и в этом вопросе не правы и соответственно защищаете и сегодня ложную позицию. Я делаю в том что я не становлюсь чисто на обиде. Никаких обидов нет. Никаких имперских обид. Ничего. Вы только что про обиды сказали. Я прожил долгую жизнь. Видел много людей. И столько видел перевертышей. И всего остального. И по всякому как говорится. И участвую во всех дискуссиях. И в Европейского Союза. И везде. И мне просто любопытно. И вам честно сказать любопытно. Я вижу как бы мы не менялись люди остаются людьми. Если в основе отношений между людьми лежит гуманизм просто обновленное человеческое отношение к другу. Все вопросы можно решать. Все остальное это политические замыслы интересы какие-то вознаги все остальное. Поэтому если вы хотите сказать что жизнь изменилась кардинально относительно чего-то то я вам скажу по всякому. И по соответствии государства лежит гуманизм. Очень мягкое очень подразумевательное отношение ко всем людям. никаких преимуществ разных наций нет. А зачем тогда вот эти пошли изменения в этой сфере образования? Что толкнуло? Что являлось вот мне непонятно что являлось восстановление. Да восстановление это было. Я был когда Шатурский в 2013 году представлял свою программу образования изменения. Он на основе концепции развития в Атвии в 2020 году кстати дал. И там четко было понятно что сама идея она связана с экономикой конечно потому что здесь нужно сокращать школы так как мало детей. кроме того там было сокращение школ значит меньше учителей и можно поднять зарплату и третий вопрос за счет того что здесь сокращают учителя ватышские школы можно их перекинуть не ватышские там рисунок учителей для ватышских школ очень грамотно он доктор математических наук то есть здесь вопросов нет он достаточно грамот это был еще 13 год детали школьной реформы мы сейчас не обсудим и здесь это принцип восстановление языковой среды против которой идет я всегда говорю в какой момент будет сказано все на этом дальше давление уже раз отри говорил еще у радикалов с разных сторон могут возникать разные идеи и борьба вокруг этого но фактически все законы принято остается только их реализовывать и прекратить борьбу против их реализации если вы считаете что это несправедливо я готов вам доказывать что это закон доказывать вы можете а вы все равно будете считать потому что у вас другие взгляды мы с вами воспитаны собственно говоря в основе своей в Советском Союзе но только я в свое время отказался от коммунической диалоги а у вас это еще происходит до сих пор коммунической идеологии у меня нет я профессионал поэтому я никогда не был замполитом но детали детали в вашей голове остались мы на одной следующей дискуссии это выяснили 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 у всех нас и даже у меня они есть проявляются в некоторых вещах но не в принципиальных то есть вы считаете так что решение принято вы знаете как говорили стойте и молчите и хотите со мной разговаривать нет или второе не теряйтесь как у нас говорят наши украинские коллеги не теряйте силы кумы опускайтесь и на дно нет то есть понимаете в чем дело то есть вы не хотите или не хотите ничего то что мы говорим совсем нет что как вы говорите про кумы совсем нет решение принято оно будет выполняться приспособление этому будет преодолено но дальше нужно бороться за возможности поддерживать свою национальную идентичность за финансирование за участие государства за поддержку всевозможных национальных общин потому что люди всех национальностей в Латвии должны иметь возможность сохранить свою национальную идентичность но без погружения на уровне родного в язык государственный они не будут иметь равных возможностей понимаете это апардеид когда пытаются восстанавливать какие-то хоть маленькие границы хоть 50 на 40 там 60 на 40 хоть что-то нет я еще раз говорю вы должны согласитесь с одной мыслью что язык особенно малого народа на малой территории должен использоваться во всех сферах жизни никто не спорит с этим и только образованием может это обеспечить почему потому что без образования образования опять же одно и то же знание языка никто же не спорит знание языка не иностранного никто не спорит с этим уже сейчас вы посмотрите уже сейчас закон он говорит о том что свой латвийский язык дается как родной латвийский и не латвийский школ о чем мы говорим пусть это продолжается ну пусть продолжается разве это сейчас что оно же и тогда было когда значит нету причины у меня для раскола общества согласен за исключением вот этой вот последней причины которая сломала тот компанист который был достигнут 2004 года вот это сейчас и колет общество если мы не делаем этого то нормально ведь за этой за этой реформой была чистая политика вы извините меня пожалуйста я я не вижу я не утверждаю но у меня есть основания подозревать но я не утверждаю что вы хотите внушить что если бы прислушивалось государство к его противникам то Латвия была бы нормальным государством и все противники латвийской государственности прекратили бы борьбу против нее я нет извините да да что бы ни произошло какой бы компромисс государства не шло бы противники государственности всегда все равно нашли бы аргументы в свою пользу аргументы в пользу своей борьбы против латвийской государственности не будет значит гражданство язык капитализм коммунизм компартия демократия Евросоюз НАТО на всех этих вопросах всегда на жизнь бы аргументы против. Чтобы латыши, латышская часть общества, в чем бы не поддавалась, в чем бы не уступала, а каждая уступка это угроза существования нации. Все равно мы бы аргументы были. Было 10 лет на 40, была борьба против. Сейчас полностью была борьба против. Что не скажи. Если не то, 60 на 40, это компромисс. Если вы помните, закон на 100%, допустим, с 1 октября 1998 года был принят закон, и переход 100% на латышский должен был существовать. Борьба была не против 60 на 40, а против 100 на 40. А теперь о цели полагания. В Латвии еще до сих пор живут очень много латышей, исконных латышей, которые давно ассимилировались русским языком, не выезжали из Латвии. У нас целые области не говорят по-латрическому. И вы хотите в этих условиях создать дополнительные условия для автономного существования и развития русского языка. Мы не различаем русский язык от украинского, белорусского, грузинского и прочего. Различается только количество членов общения. Права у всех языков одинаковые. Но все они не государственные. И их приоритет в количестве носителей. У русского языка носителей больше всего. И у него огромный приоритет. Вы так и не назвали тот статус, который хотите дать русскому языку. Статус не иностранный, такого я не знаю. Но есть лучше иностранного. Много статусов. Много. Ну и как только получается любой из них, сразу у рядового гражданина появляется право не изучать и не использовать все другие языки. Почему? Сальяви. Ну не знаю, что это вместе. Когда вы придумываете, какой статус вы хотите? На каком языке это вы Сальяви сказали, я не знаю. А второе, мне понравилось, как вы сказали, что противники, что мы, это вот мы говорим, а все остальные противники. Они не согласны. То есть все они вот решили противники, а мы решили. Все отчасти. Понимаете, что делать? Какие-то имперцы, какие-то это. Ну а что мы опять? Ну а что? Мы начали с негативизмом, с законченным негативизмом. Нет, я к такой жизни не привык, честно говоря. Я положительный человек и с положительными эмоциями. И я хотел бы, чтобы был диалог. А вот это вот, стоите молчить, если хотите со мной разговаривать, я решил, а вы исполняете. Ну я не тому. Это не новость, понимаете, в чем дело. Это новость для демократического государства. И я хотел бы, чтобы был демократического централизма, когда большинство решает, большинство подчиняется. Все это мы проходили, то есть, честно говоря. То есть я как бы... Демократический централизм, когда нет демократии. Опять путается. Да нет, ну а как? Большинство решило, а меньшинство подчиняется. Ну что тут нового? Вы понимаете, правило. Это демократия. Централизм – это хуже. Да, да, конечно. Здесь, и поэтому здесь я еще раз говорю, да, к сожалению, мы высказались, мы сказали, да. Но нет, вот понимаете, есть начало, нет революции, конца. И вот у меня такое впечатление, что в 91-м национальная вот эта атмоса началась, но я не вижу конца этого. 30 лет, и я конца не вижу, и я смотрю в некоторых властях, вот судя по преамбулу, она, наоборот, становится все жестче, она становится все более... Борьба за латышеской национальной, за латышеской национальной нации становится все больше и больше. Чем дальше мы больше... Не за нам целью. То есть, вот язык меня не больше упугает. Хотя, вроде бы, вроде бы, 30 лет уже, но пора бы всем успокоить. Ну, это и путаете вещи. Да я понимаю. Не за нацию. Ну, здесь пряболь. Нация выживет. Ну, пряболь-то написано. Да, нация выживет, если будет обеспечен приоритет для языка и культуры. Ты уже обеспечен выше крыши. Не для людей этой нации, а для языка и культуры. Ну, так а кто ее делает? Ну, кто язык и культуру делает? Все жители. Все жители и делают. Ну, почему? Значит, в основном должна быть языковая среда. Что тут непонятно? Я понял, да. Русская община Латвии должна взяться, чтобы все это... Русская община Латвии должна сохраниться. Но знать в будущем поколении государственный язык на уровне родного. Ну, Эдуард, ну что мы от этого... Тогда зачем мы спорим? Да я не знаю, что мы спорим. А для этого и нужно образование на латышском языке. Образование нужно для того, чтобы был образованный человек. Как только... Онтологическая картина мира, чтобы понимал, кто он в этом мире вокруг себя, кто он в этом мире. Как отношения с этим миром строить. Вот для чего это образование. Как только часть предметов не изучается на государственном языке, это и есть маленький языковый барьер для части общества от государственного языка. Но это уже другой вопрос. Это вопрос политики, эмоций и прочего прочего. Да, я еще раз говорю, что... Да. Сейчас нам нужно, к сожалению, заканчивать. Я еще раз... Какую тему здесь решено сговором? Это... Перейдем в коммунистику? Это вылипсатор этих бесед. И я, честно говоря, более как послал... Ну, как спарит партнер. Это, мне кажется, очень любопытно. Я предлагаю себе сейчас такую схему. И прекрасная территория здесь, Кайперат, музей. Лично я, одна из последних территорий... Ну, не последних, но одна из лучших территорий свободы, где можно обменить и дак лично. И любопытно, более-менее, если более-менее, еще и прямые комментарии к этим беседам, которые мы вас проводим. Потому что здесь мы, в конце концов, уистащим друг другу, потому что мы всегда конечны со своими мыслями и все. Зато чем больше можно улыбиться... Да, и чем больше людей было бы в этом плане и со своими мыслями, было бы, конечно, достаточно любопытно, я согласен. Я предлагаю такую форму в следующий раз, если вы мне доверяете. Я полностью доверяю. Я возьму несколько тезисов по этой теме. И по каждому тезису мы разберемся. Совпадаем, не совпадаем. Без чем не совпадаем. Сумма этих тезисов должна закрыть тему, мне так кажется. И зафиксируем это. А потом можем перейти к более важным основам. Теоретическим. Но они на эмоциональном уровне очень влияют на нашу личность. Мы люди, прежде всего, а люди, это эмоции. Эмоции нас сильно захватывают, потому что изменилась жизнь. Изменилась. У нас 50-е, а в России 70 лет. Заставили жить в антимире. И мы полностью изменены внутри. Перестроиться назад смогли не все. Я вам скажу честно, это ваше личное мнение. Меня не задумывал, когда вы сказали, что мы были рабы коммунизма. Вот об этом мы и поговорим сейчас. Через один. А я хочу сказать, что сейчас много людей, которые считают, что они рабы капитализма. То есть, поймите правильно, это все зависит от людей. И сказать, что здесь было царство Божие, а там ад. Это настолько... Я еще раз, я никого не восхваляю. Я хочу только одно. Люди относились к другому гуману, опять же всего. Очень трезво оцениваете обстановку. И понимаете, что за любыми позициями есть какие-то интересы. Понимаете, в чем дело? То есть, здесь интересы. И второе. Любая цель, которую вы ставите, она должна быть по времени как-то здесь. Цель, она должна быть в какой-то момент достигнута или недостигнута. Невозможно ставить цель и, может быть, бесконечно идти к этой. Но это уже тогда будет коммунизм, который никогда не достигнут. Я считаю, что это уже достигнуто. Да. Свои уже достигнуты. Ну нет. Ну что? Не реализовано, но достигнута. Я не считаю. Вы поймите память, для вас эта цель, для меня это, к сожалению, нет. Знание интерфекта латического языка, погружение в латическую культуру и пространство вполне нормально для любого человека, живущего в этом состоянии. Надо сказать точнее. Цель – это на текущий период времени. А вообще-то это средство. Это средство восстановления языковой среды. А восстановление исполнительной среды – это средство для сохранения и развития многого со временем этой культуры, этого языка. У нас есть, например, территория, а другой нет. Да понятно, но на этой территории надо создавать человеческие условия для всех, а не только для одних. Но Латвия не может стать колыбелью для нескольких цивилизаций. А цивилизации не надо. Мы относимся к людям, а не цивилизациям. Цивилизация – это вообще отдельная история. Если будут часть общества изолированы от единого государства… Ну, они же не хотят быть изолированными. Но кто хочет быть изолированным? Вы хотите развивать атомную энергетику на русском языке. Я не взбиваюсь. Я не взбиваюсь, ничего. А я бы хотел, чтобы вы изучали атомную энергетику на русском языке после прохождения полного курса средней школы на латвичество. Понятно. Хорошо, спасибо. Спасибо. Спасибо зрителям. До следующего раза. Я думаю, что ваши беседы будут интересны.